Тихо, тихо, Коля, блин, ну не торопись, Коля! Что, вперед? Ты пчелая, пчеловая. Что же, прям говорить? Я прям смогу это сказать? Друзья, всем добрый вечер. Это музей шоу Red Hot Chili People. Так тяжело начинать, ну круто, да, как всегда, Тушевский, Юр, Данилишин, Душак и Кренель в студии. И мы начинаем, друзья. Ура! О, почином тебя. Давайте сначала начнем, потому что, по-моему, не записали. Давайте лучше сначала и Лену пусть начнем. Не-не-не, Лена сегодня отдыхает, почивает. Почему ты сегодня отдыхаешь? Потому что сегодня 8 марта. 8 марта. Мы все равно отмечаем этот праздник, как бы там ни было. Вот тебе, вот тебе весенние цветочечки. Смотри, вот так. Вики скинули. Красивее. Ничего вы мне не сказали. А учитывая, что у нас такой классно я режу, то, Катюнечка, это тебе. Ну, конечно, с 8 марта тебе. Прекрасно, с праздником. С этого года уже фиалочки. Ну, в этом году смотри, в горшочке прямо. Да, хорошо. У меня квиты не выживают, конечно, но ничего. Я буду холить и леять. Я все-таки искал какой-то красивый упакованный, но ничего не нашел. Простивый, Витя, я вот так, до них, до них. На следующий год. Все, как возложение, да. Ты сегодня, конечно, накрученная максимально. Так они сто процентов, ты чего? Да, ну, начнем мы сегодня с хорошей новости, с очень приятной новости. Я думаю, что все жители слышали и видели. Так вот, рождение четверни у нас в городе. На этой неделе произошло, да? Да. Все обсуждали миллиард раз, конечно. Да, классно, это очень круто. Да, молодцы, молодцы, молодцы. Влада и Настя, как фамилия? Валехновский. Вот это именно они. Три раза хлопали. Три раза хлопали. Причем, ты же рассказывала историю, скажи, как это было про УЗИ? Нет, не можно. Подожди, 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 они однояйцевые близнецы. Однояйцевые близняки. По этим. Класс. Ай, Нитя, ай, Нитя. Вы знаете, я, до речи, в мене в друзьях на фейсбуке есть Лана Ветрова. Вона у нас заведует книгой рекордов Украины. Я ей написала, говорю, что у нас, гей, она каже, это может быть как рекорд область, но не Украина, потому что Одесса нас там своего часа уже випередила. Ну, слушай. Там пятеро, да, вона родилася дитей. Ну, но классно все равно, что мы вот так. Знаешь, когда я рассказал жене своей, как ты что вот так получил, что они однояйцевые очень похожи, все же, она говорит, господи, как же они будут кормить, будут всякие бабочки на них цеплять, бантики, как-то их же надо различать. Этого покормил, этого не покормил. Кого-то пять раз покормил, кого-то, а кого пять? Это мужа типа покормил, да? Поверь мне, как отцу одного ребенка, ты своего ребенка узнаешь. Молодец. Кстати, по поводу комментариев. Ты-то своего не узнаешь. По поводу комментариев у меня есть. Есть комментарии? Есть комментарии, я даже заморочился. Нет, ты пока ищешь, а я скажу, представляете, родила 3 марта, да, по-моему? 3 марта, перед 8 марта мужик попал, реально, пять баб поздравлять, ну это вообще не. Срочно отменяем 8 марта окончательно. Да, ради Валикновск. Сколько радости. Да, сколько памперсов. Прямо капец. Ну, ну, так что, говорят, Валик. Коментарии, коментарии. Я навіть уявити не можу, як це годувати одразу четырех немовлят. Одни народження. Вы уявляете, четыре в один день. И тут мне нравится вот последнее. Ничего, мужик зробив, мужик впорается. Просто отличный комментарий, ну, по-моему. Кремель, ну ты уже начинаешь клинья подбивать. Это четыре днюхи в один день. Уродина будешь вести. Это уродин. Четверо уродин. Удобно. А брать как за один или как за четыре? Слушай, а ты, Василия Попадкова, не вив? Нет, кстати. Юра, по-моему, тоже нет. Да, Валихновских не вив? Меня, может, не спрашивать. Я этим мелочью не занимаюсь, конечно. Видя по-крупному. Ну, слушайте, вообще классная тема. Завтра с детьми в кофейню приходите. Сразу. Да, да, да. Там молочко есть еще. Ну, классная новость. На самом деле, очень позитивная. И перейдем от позитивной сразу к насущной. Ну, давай. Сразу будем говорить о том, что наш вышмоб на голове с пакетами, во-первых, поддержал Саня Шила, который все время, он наш. Фанат. Труган, да. Саня Шила наш. Саня, мы видели, какая у тебя крепкая броня. Он там в бронебронике сидит. Главное, что он закрывает самое важное. Не знаю почему. Ну, что он боится. Одно яйцами. Да, да. И Терран Самвелович. Нельзя сказать, что крепкая, но выдержанная дружба с ним точно есть. Ну, да. Ну, принаймні, он не обиделся после того, как у нас был. Да, это прекрасно. Да, это прекрасно. Он тут делился из друзей, а так, ну, не обиделся. Кстати, сегодня Коля тоже поддержал этот флешмоб. Отдел на камеру, да? Да, он на красавчик. Вот, и прикольная новость. В Киеве китайцы вернулись с родины, и их в общагу не пустили, их же одна, одна кто? Сотечественники. Вот так однояйцевые китайцы их не пустили. И что Махач устроили? Они все, наверное, однояйцевые для нас, правильно? На кашле устроили. В общем, они не пустили, сказали, идите проверяйтесь и пока. Хорошо, мы проверимся. И ушли, да? Нихао. Нихао. Как это было, да-да-да. Ну, а взагалі, така дуже реакція не тільки в нас, ну, коли таки якісь там махачи идуть, або погрожуюсь там щось спалити. Здається, в Британії, чи де, от китайцю натовкли обличчя, и прямо таки в BBC опубликували его фотки с таким хорошим бланшом, потому что тоже люди переживали, что он привез їм подарок с батьківщины. Они за себя переживали или за него? В общем, мне понравилась эта картинка у парня, когда трусики на лице, и первая смерть от коронавируса. Это было очень смешно. Маска праздничная. Маска. С рюшиками такая, прикольная вообще. А в Нидерландах, взагалі, там такий, ну, прям стрёмно жінкам, які мають ім'я Корона. Їх всього порахували 44 на всю країну, представляете? І одна з них сказала, що все, її ім'я фактично опозорили на весь світ, і вона думає, щоб його змінити. На какую, интересно? На коронавируси. Знакомятся, а как вас зовут? Она такая, коронелла. Краснуйте, ну, щоб не спалиться. Ну, короче, і вон. А прикиньте, у нас же ж есть всякі там, ну, не шторми, як вони, не тайфуни, як вони нас називаються? Ну, да, ты, между тем, что называешь женскими именами. Да, там Юлія ще якось називали. Ну, ты, що в Одессі недавно був. Юлія была. Ні, Юлія була, Юлія була. Чорная, по-моему, там что-то есть еще, да? Ну, короче, прикиньте, якби наші почали теж, як це все, фу, і меняти і мені свої. Зача коронавірус? Ну, тобі ж туші споясню. Ну, все, все, забыли. Ну, не помнят. Ну, откуда? Вот смотри, вот, когда вот сделали неудачное обрізання, вот тут выглядит точно так. А, от Вітя правильно объяснил. Все, теперь ясно. Хорошо, спасибо. Так би сразу чуслив. Понял, да? Ну, все интересно. Все класно. Какий-то вірус просто коронований. Ну, как это говорят? В законі. Вірус в законі, да? Раскороновали вірус. Продовжуючи жіночу тему. Боже мой. Так несподівано. Это вообще как это? Продовжуючи жіночу тему, сьогодні говоримо тільки про жінок на каналі Вітя. Мы в програмі 3G плюс туш. Знаєте, є таке слово, є таке слово, связанное, коли говорять про айфон новый, говорять такое слово, як насосало. Это плохое слово. Ужарно. Слушай, про это не только про айфон говорят. Ну, в основном. Про машину. Ну, а в зимовий період наколядувала. Вітя, обмедный. Новий тренд пошел прямо з Житомира, приехал к нам. Да, вообще. Як шкарпетки. Продаваясь картошки в Житомире, приехала на базар на Роллс-Ройсе. Все думали, что это типа свадебный, ну, вот это вот. Картеж свадебный. Роллс-Ройс когда-то. То есть это продолжение. Типа, кто круче? Житомирские или хмельницкие, ребята? Нормально. Слушай, ну, прикольно. Я брал картошку в Роллс-Ройсе. А ты, Лену, ничем зарабатываешь. Да вообще, я сопустильно розумею. Что можно продавать из Драгобыча? Колбасу? Колбасу. Все? Колбасу и силь. Да хрена, ты не наторгуешься. Не наторгуешься. Да и ты килл. Во-первых, ты сразу войдешь в конкуренцию с одним известным брендом местным. И тебе хана сразу. Да, сходу. Знаешь, почему в Драгобыче не торгуют людьми? Потому что они сами оттуда уезжают. Ты серьезно? Хорошо, что это кому-то понравилось. Вот это шесть вообще. Сказал, как витризов. А, сверчки. Тех, тех, тех. Смешно, нас не предстоит радовать Рашка. Вот там действительно смешно. Там чудака взяли, сельпотребсоюз какой-то там, взяли чиновника на взятках. И пока отвернулись там ребята, он схватил со стола листочек, на котором была записана сумма взятая, которую он требовал от людей. И он пытался сожрать. И подавился. Вот тут говорят, когда говорят, помнишь, когда же вы уже понажираетесь, когда вы уже вдовы с ними этими взятками. На, человек. Да вот сколько лет люди говорят об этом, только тот чиновник. Хорошо, ну съел бы он, и что дальше? Ну съел, у Литву съел. Ну съели вдовы все. А так он подавился. Ладно бы он ту тонну денег съел. Слушай, зная российские методы, я думаю, что они бы вытащили из него там крючками бы это все. Учитывая там сеть, как их там пытали, то в любом случае это. Мне очень понравилось выражение Хутина. Как он сказал по поводу, надо создавать для молодых специалистов условия, чтобы они не уезжали, а если мы создали условия, а они уехали, то ловить и не пущать. Склонил правильно слово. Молодец. Даже не в этом дело. Это понятно. Типа не пущать. Тебе два вопроса. Первый. Откель, ты это знаешь? Да. Ты что, читаешь? От сель до сель. Читаю от сель до сель. Твиттер читаешь, да? Твиттер? И второе, зачем ты нам это рассказал? Хотя бы это вопрос ответить. Я просто не хочу это знать. Все. Мне просто нравится этот... Нас и так хотят, а тут еще будут говорить, что... Вообще. Про путинец сидит. Про путинец. Короче... Путинец. Путинец. У меня есть, продовжу, читаем лайфхаки. У меня есть история с Олександрией. Ну, это анти-лайфхак. Прямо с самой Олександрией. Это та, что трошки дальше знаменки. Если идете на справу, в принципе, не ховайтеся под стил. Там, короче, человек. Там человек вирішив пограбывать офис. Так. Ну, в общем, и спрацвала с сигнализацией. Приехала... Нет, давай-то... У меня ву-у-у. Какого кезу уже? Все, пошутил про Путинец, мы приехали. Витя, иди разбирайся, пожалуйста. Я не хочу... Да сядь уже. Короче, спрацвала... Подожди, подожди. Так, шумит так. А ну, заткнись! И что, спрятаться под столом? Ну, сегодняшли, конечно. И все. Да, а еще сегодня ехала, читала, как, по-моему, в Дніпропетровской области чувак вирішив пограбывать магазин. Ну, та же самая тема. Это один же человек? Нет, ну, другой уже. Той же там. Ну, уже сидишь. Вот. И пришел в магазин. Подожди. Знаю, я вам объясню, что побуду сидеть. Его поймали под столом. Ты что-то украл? Нет. Ну, все. Все? Ты понял, когда на телевидении закончились пики на маху? Уже сколько? Я просто помню, как у Алифановой когда-то залез чудак в ее студию. Они приехали, поймали его. Он ничего не украл. По-моему, его поймали. Он собрал, но не вынес ничего. Свалил. Они его поймали. Он там разбил стекло. И доблестная полиция сказала, не украл. Ну, все. Ну, типа, пока все. Понимаешь? Ну, то, что он залез туда. Нет. Он ничего не сделал. Все. До свидания. И отпустили. Так и чувака отпустят. Ну, мы с того тоже отпустили. Сто процентов. Ну, а в той, что в Днепропетровску залез в магазин. Короче, на греб продукты. Взял там гроши. Их выходит, а двери не может открыть. Ну, короче, сипу вечерям. Там доброе. Выпил на воду. Удобно, да? Удобно. То самое главное, чтобы чек не превышал, там, по-моему, 600 гривен. И там на 580 гривен поел. Бутылочка водки за 95, там, колбаски какую-нибудь налил. Да, ничего такого. Накрошил все ручку такого. Посчитал по чеку, пробил где-то 540. Все, норм. И такой, еще один бананчик. Завидно. Весил бананчик. Забегает, понял? Сгущеночкой полил. 599, 96. Все. Забегает полиция такие. О, ну все, попал. А он чеким. 599, 96. Такие, поняли. Окей, не ушли. Вы будете, кстати. Уберешь после себя. Убрать после себя или вы сами, да? Я не знаю. В детстве, наверное, все мечтали остаться закрытым в магазине. На ночь. Я только был. Я не, например. Я только мечтал быть невидимкой. Ты жила в СССР. Какие там магазины, Лена? Я не жила в СССР. Не жила? Ты чего? Як это? Поклянись. Попожись. Дай честное пионерское. Или как-то говорили в Дену. Ответь. Вот так же говорили. Поклянись Лениным. Я когда-то хотел, когда говорили, какое суперспособность иметь, я когда думал, что я хочу знать всю правду, а потом как подумал, что это какой-то комсдец, понимаешь? Да прикинь. Да это ужас какой-то. Да мне ваша правда нужна. Такой сидишь и думаешь, а уже она там все это сделала только что. Понимаешь? Или ведешь какое-то, Витя, понял, ведет какое-то политическое шоу. Не зашло, да, все это. Витя какое-то политическое шоу ведет, понял? Так он знает всю правду. И какой-то политик что-то говорит, он такой... О, снова смотри. Здесь, здесь. Опа! О, Шила пришел в бронежилете. Бронебольный Шила пришел. Вообще-то идет съемка. Вообще-то идет съемка. Да-да-да. 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 Проходите. Да-да, у нас же шкафы. Заходите, ребята. Все, на путь уже начали давно. Короче, я когда-то работал в школе, и подходит ко мне парень, что... Тюрьма? Это школа жизни, да, ты бы сказал? Нет-нет-нет, в еврейской школе. А должны какие-то, типа, прописанные с мешок? Типа, какой-то должен быть такой, да? Да-да. Да, еврейская школа. В ум они, в еврейской школе. Опять, опять скажут в комментах, что мы антисемиты и так далее. Да, что мы антисемиты и так далее. Да, стопудово. Подтверждаю. Можем вот так сделать? Ждут шутки, что это про инцест от нас, но мы эту тему не трогаем вообще. В общем... Так, Владимир. А ты уже развелся со своей сестрой или нет? А вот и шутки, ребята. Какие шутки? Это не шутки. Развелся, но еще не съехал. Ты сейчас же двоюроды будешь, да, правильно? Ну, как в Лебеднице. Мы как Ланнистеры, е**ые. Ланнистеры... Игры престолов в крапивницкий формат. Вот, работала я, короче... Сейчас я... Я просто не знаю, как их зовут, только помню. А кто этим будет, Карлика? Карликом? Ты, как обычно. Ты, ты... Я, да? Рыжий Карлик, как обычно. Не-не-не-не, ты не Тирион. Тириона все любили. А я не Тирион, да, получается? А вот, блин. Ты он, Болтон, которому писю натрезали. Что самое интересное, вообще не смотрел. Ага, вот оно. Вот почему. Я не смотрел даже эти машины. Ну, а смотри. Хорошо. Все, да, давай по инцесту. По инцесту дальше поедем. Ну-ну. Блин, я думал, что никогда эту тему не буду. Ты работал в школе. Ты есть какой-то сестра. Подходит ко мне паренек шестого класса и говорит, Юрий Сергеевич, я, короче, если бы я был супергероем, я не знаю, что он мне решил это рассказать. Если бы я был супергероем... А ты стоял вот так. Да, и тут гораздо развивается костюм КС, понял, там. И трусы поваришь, что они... Да, да. Ну, еще будут какие-то прикольчики? Не-не, все-все, давай. Не забудьте прикольчики. Ну-ну-ну. Просто на уровне такого. Ну, давай, давай, ты тоже сейчас обидишься. Говорит, я хочу... Я же не Болтон. Я, говорит, я хочу, чтобы у меня был очень длинный язык. Я говорю, ну, как он тебе будет помогать в твоих суперспособностях? Ну, я-то знаю как. И он такой, ну, вы поняли, да? Шестой класс, он же еще не знает. Он такой... Оказалось, что... Ну, говорит, прикиньте, я такой иду по улице, пожар, все кричат, пожар, пожар, три квартала. Я такой языком... Человека обмотал, вытянул с пожара, прикинь. Шестой класс. Как вы поняли, друзья, Юрий пропагандирует наркотики. А, значит, Юрий, помимо моего детства, еще и наркотики. Ты прям... Тему супергероевства затронули. Закончили. Затронули все, получается. Пойнцесс поговорили, антисемитов... Задалось. Осталась тема коронавируса. Как всегда, в конце перед гостем я подготовил для вас очень крутую новость. В общем, житель Тернополя поднял на уши экстренные службы из-за коронавируса Укума. Укума? Да. В общем, чувак заболел, вот этот, который вызывал скорую и решил для того, чтобы скорая быстрее приехала. Он позвонил и говорит, в такой-то квартире, такой-то адрес, человек заболел коронавирусом. Приехала полиция, приехали медики. Службы, я представляю, там они в масках. Да, находит этого человека, он говорит, я вам не звонил, они говорят, ну вот вы нам звонили. Он смотрит, говорит, так это же номер моего Кума. Получается, Кум Кума поставил. Ну ты немножко раньше бы сказал про Кума, мы уже догадались. Давай, ладно, хорошо. Перепишем, перепишем. Я пришла на пару живутей истории. Подожди. Ну и в конце, в конце, как всегда я подразумеваю. Из-за коронавируса Укума. Хорошо, это прекрасная новость. Все, да? Ну да, я хочу вам сказать, что гость уже здесь, он уже рядом. Ты прям, ты по запаху, ты по чем чувствуешь? Я слышу, как щелкают какие-то кадрики. Ой, фун, 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 ну ты мастер подводок. Это я знаю, да. Бог, бог подводок. Спасибо, спасибо, бог. Подожди, 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 это весенний Дед Мороз? Дед, да. Дед, тепло, дед, тепло. Дед, да, но не Мороз. А вы слышали, что в конце февраля была гроза? Нет, это он фотографировал. Что-то мне так, знаешь, захотелось с Леной так носиками вот так вот сделать. Это типа, знаешь, как вот эти вот дешевые подкатики, которые, знаешь, типа у тебя сначала родители не работают на хлебобочном. Лен, давай. Лен, давай. Кто у нас сегодня гость? Все, все, все. Подождите, дайте я Лену буду вот так держать, типа. Вас на руке вот так можно подержать вот так? Давай, Леночка, кто у нас сегодня гость? Скажи нашим шилу, и все. А шилу я вчера сказала. Шилу в курс. Короче, у нас сегодня один из самых дорогих фотографов места. Віталій Николенко. Николенко? Правильно я сказала. Николенко, правильно. Віталій Николенко! Горл, I like it, I like it, I like it, girl, I like it, I like it, I like it, keep it, girl. О! Ууууууу! Уууууууу! Все. Аа, зачем ты очки надеялась? Сядь, туши, сядь. Это просто молодильные очки. Для того, чтобы... Вот, а это что с тобой получается 45? Да, оттуда. Віталій, а як до вас вертатись? Просто, нет, нет, здесь можно на ты, да. А Віталій, как вас побатить? Не скажу. Віталій, не скажу, корешки. Николай. Николаев. А вы же тебя называют дидом. Тушевский. И все? Все. Он один, это его тема. Дед, ну ты тоже давай. Мы просто с ним в армии служили, он на год старше. Он мой дед был. Они на свадьбе служили, а он на год старше там работал. На свадьбе. На свадьбе. В свадебных войсках. На свадьбе служили. О, влечается сегодня, работа. Так все, все, все. А ты служил? Да. В каких войсках? В 87-89 годах. Ты мне говори, в 89-е, в Рождество Христово. Что ты палишься сразу? Слава Крине, героям слава. В Советском Союзе. Не, вообще внутренние войска. Связь. А, в связи? О, мы побратимые. Да, да, это была морда, это все положено. Кто в свадебном бизнесе стукач? Виталик. Да, да, Лена. Да, да, Лена. Может, хоть ты нормально, это, Лена. Почекайте. Я зараз на ты спробую назвать. Тебе називають одним из самых дорогих фотографов в місті. Не спроста. А сколько ты коштуешь? Гребет нормально. Ну, а смотри, а куда, где. Там и не заказано. Ну, скажу сейчас, дешевле, чем Грендель. Дешевле, чем Грендель? Касань, братан, ну ты, конечно, дешевка, дешевка. Не, ну, в принципе, не дороже, чем многие нас фотографы в городе, в принципе, национально. Виталик, сколько? А лишь чего, как назвать ски? Ладно, ладно, слушай, сколько денег? Какая маржа, да? Начинается давить. Да, да. Давай так, вот у Вити кофе 50 гривен стоит. Вот сколько ты можешь купить за кофе? За один раз. Блин, это надо посчитать. Задача, да? Это надо уравнение вывести, формулы. Блин, математика пригодилась. Ё-моё. Лен, короче, недорого. Нормальная цена и вполне доступна. Просто то, что я на эту сцену отдаю, это идеально. Слушай, а мы вчера вот спорим, мы когда говорили об этом, мы говорили, сколько фотографий ты обычно делаешь за свадьбу? Больше тысячи. А отдаешь людям все? Нет, я делаю за свадьбу 4-5 тысяч, ну, где-то в среднем. 4-5 тысячи? Это же кино. А это все ловится моменты. А потом отдаю уже где-то в среднем. Люди на руки получают тысячу плюс, бывает полторы. Ты обрабатываешь тысячу фотографий? Они все обрабатываются, да. Поэтому я их и долго делаю. Они обрабатываются? Вы поняли, люди, что если вам говорит фотограф, я должен обработать фотографии, вы слушаете. Программу загнавився, да? Нет, ну, как программа, ну. Это все творческая работа, реально творческая. Виталий, смотри, у нас шоу юмористическое. Да, 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 да. Сейчас я немножко вникну. Сейчас вникну. Вопрос. Если, конечно, вы... Чего? Потому что на следующую свадьбу ты приходишь, отдаешь 500 фоток, они такие, а иди еще 4,5, брата. А нет. А ты отдаешь все, или ты отдаешь полторы тысячи? Нет, я мусор удаляю полностью. Много дублей снимается, да, ловятся моменты. А, в принципе, я отдаю только то, что я вижу. Смотрите, смотрите, как работа проходит. Я снял, подожди, я снял кучу кадров, крендер, подожди, потом подожди. Добрый терапайс. Потом сажусь и уделяю целый день отбору. Мусор выкинул, все остальное оставил. И потом еще могу в процессе тоже удалить. Слушай, ну а бывают некрасивые невесты? Для меня некрасивые невесты не бывают. То есть потому что творит чудеса, да? Да и фото, просто такая сводкая ложь. Нет, нет, это нормально, потому что крендер выписывает, это была самая лучшая пара. Они прекрасны. А это правда. Это правда, Виктор Алексеевич. Да, я знаю, да. Это правда. У него в заготовке 10 текстов, он просто меняет имена. И все, да? Копировать вставить. Хорошо, ты там перефотографировал миллион этих невест. А вот они все в беленьком. Для меня, ты им что-то платье? Ну вот, во-первых, так, во-первых, так, смотри. Во-первых, тебя ни разу... Сейчас, смотри. Мы знаем... Чувак с налоговой был. А ну, а ну, а ну. Мы знаем, что одна из твоих таких фишек крутых, что ты умеешь это делать классно, это ты, когда одевают невесту, ты фотографируешься. Ну, обожаю. Рамок на рыче. Да, обожаю. Нежное утро невесты, да. Не били ни разу? Ну, не все. Нет, нет. Один раз была ревность у женика, в принципе. Посмотрел на тебя? Серьезно? И ты такой, а, блядь, блядь, блядь. Вот это так. Ты старый на меня. Я ни одного слова не понял, что он сказал. Ну, хорошо. Ну, посмотрел на него и такой, а, ты? Да ладно. А, вот так, да? Хорошо, да. Не-не, обожаю. Сбор невесты, это для меня, наверное, процентов 20 съемки общего. Отсеть свадьбы. А чего? Ну, что воно при этом? Ну, что мы фетиш? Красиво. Ну, во-первых, девочка в трусиках. Во-первых, это сейчас модно. Во-вторых, это, да, он скажет, красивая девочка, красивая. Ну, не все невесты, наверное, соглашаются, конечно. Я не всеми предлагаю. Послушай, ну, вот смотри, вот когда люди идут учиться на массажиста и берут себе в модели вот эту красивую девочку, когда ее кладут, и она такая вся, прямо ее хочется, а потом приходят, ну, разные. Вот такие же прессы. Я говорю, разные. То же самое у гинеколога, ведь. Ну, наверное, гинекологу пофиг, он не замечает. Он видит только. Ну, да, да. Ну, а ты же тоже видишь разных невест? Одеваются разные невесты? Не все. Не все, да? Ну, кто-то комплексует, допустим, да. А комплексуют красивые или стройные, или не стройные? Нет, знаешь, в последнее время, в принципе, чем дальше идут свадьбы, тем они более дорогие, они более девочки, лучше выглядят, они, ну, красиво все. Это потому, что ты очень дорогой, и тебя нанимают только богатые, все. Ну, так слава богу. Хорошо. Слушай, а тебе предлагали пофотографировать, например, первую мрачную ночь? Нет. Слышишь? Ну, было бы неплохо. Сними свечки, они тебе много действий, это отвечают. А он думает, что так его никто не узнает, и он любые вопросы может задавать. Нет, ну, тема классная, Юр, надо предложить. Серьезно? А почему? Ну, прикольно. Зи свечкой? Ага. Слушай, так кренделя... Я бы не знаю, брать себе фотоаппарат или нет, но свечка точно была бы. Ну, подожди, мы завжди говорим, там, ну, про девчачьи фотосессии, я розумею, что это основная ваша аудитория, а чоловичьи фотосессии, там... Чоловичьи ню. А ты спроси у Тушенька, я его сколько предлагаю, его не хочет. В смысле? Ты хочешь, чтобы тебе перестали платить? Нашел кого фотографировать, я тебя умоляю. Ну, в зале человек и часто свертается. У меня мечтают снять, ну, ладно, бородатого чувака. Хорошо, бородатого чувака сидят, не хочет. Для этого есть три фанова. Конечно, говорит, хочу снять бородатого чувака. Конечно, не хочу снять бородатого чувака. Для этого не снимать. Я не снимаю. Сто долларов и снимешь. Смотри. Сбился с мыслью. Короче, нас беспокоят ноги Лены постоянно в эфире. Ты можешь это с ними сделать? Посадить ее правильно? Расставить их правильно. Не, ну, что, она классно сидит. Юра не смог расставить, да? Стоп, тишина. Еще раз. Ты классно сидишь, ну, вполне отлично. А ты классно, да, Лена, вот можно ручку положить сюда и ручку. Крифт. Все, Диана. Все, понятно. Впервые за второй сезон мы выйдем без Востя. Юр, ты когда надеваешь очки, ты похож на ноги в окнах, помнишь? А сейчас к нам выйдут. Подожди, у меня есть... Слушай, Юр, не мечтает твои глаза, без ты же не вижу. Подожди, я специально пообщался с твоим конкурентом и с твоим другом, очень известным фотографом. И он задал несколько вопросов через Телеграм. А, давай. Ну, давай. Первый. Как бороться с малой конкуренцией? Можешь не отвечать, это неинтересно. Конкуренция малыша или как? А можно ли выйти в топ, снимая фото на кусте? Тоже можешь не отвечать. Да, я вышел, да. Это моя была тема, я сюда и вышел в топ. И третий вопрос, на который мы бы хотели услышать ответ. После того, как некий фотограф уехал в Одессу, у тебя стало больше с вами? На одну. У меня всегда на одну больше. И было всегда? Да. Даже когда Карелий тут был? У всех. У нас есть фотографы, как и ведущие, как и всюду, распределены на какие-то касты. Да, там есть одни крутые, другие красивые, третьи розумные. Ты в какой касте? И как ты ставишься взагалі до того, что есть такие вот подгрупы? А есть же градации, да? Вы там друг друга не все любите? Да, у нас вообще не здравая конкуренция в городе. Никто никого вообще не любит. Ну, в принципе, я себя, допустим, отношу. Я, кстати, фото занимаюсь уже 21 год. 21 год. Мы вчера думали, 20, 25. 21 год, да. Я еще начинал всех пленок. Помню первые советские дни. Это был ужас, да? У меня вот таки малость. Не тянет зараз до пленки? Не тянет. Не тянет. Не тянет. Не тянет. Не тянет. А, не подожди, мне что-то не тянет поснимать на пленку. Он тянет, конечно. У меня же фотография дома лежит пленочная. Я его никуда не надевал. А в чем разница? Мало кадров. Нет. То есть 4 тысячи, не нафигачишь. Три шесть, да? Три шесть? Три шесть? Три шесть. Три шесть. Можно скачать. То есть сейчас, благодаря тому, что появилась цифра, ты стал отдавать больше фотографий? Да. А раньше ты отдавал? Все кадры ты делаешь. Это сколько? Пленок ты отдавал? Ну, 80 пленок. Это получается средний. Грубо говоря, 300-350 кадров. Ты же не обрабатывал? Три шестьдесят? Три шестьдесят? Нет, конечно. Ребята, это же не обрабатывал. Экранчика не было. Ты снимал все, как положено. Все кадры четкие, ровные. Это круто. Вот тогда был специалист, да? Я один остался из той области еще. А ты не стоял на площади и не фотографировал людей? Нет, нет, нет. Фотографировал. Вы можете подойти. Нет, нет. А кстати, еще раз. Я помню, помню, Карелин, Карелин, Косимедина, Мороз. С обезьянкой, да, на плече. С обезьянкой. Нет, я вообще... Тема, что ты знаешь, когда была, когда идут, фотографировал. А давайте еще раз закрепим. Да, да. Или морнул за свои деньги, морнул в плоти. Поворот, да, классная тема была. Одно время это было вообще... Они за год так продвинулись хорошо. Потом все, тема затихла, когда пришла. Это дорогая фотография. Дорогая, да, да. А вообще я пришел в фото-бизнес. Я раньше в лаборатории печатал фотографии. И потом начал снимать. Подсмотрел, как это делается, и погнал. У тебя была лаборатория, ты там печатал фотки, а не делал наркотики. Он там делал наркотики. Гроши решает друкувати. У меня есть вопрос. Ты взагал, везучая людина или нет? Смотря в чем. Ты как тебе отвечаешь? Ну да, по жизни, да. Везучик? Ты взывчик? Давай зараз проверим. Готов проверить. Подожди. Готов проверить. Яцей в честь 8 березня. Я все свои яйца, которые сказали, что у меня есть. А у нее есть яйца, это точно. Я их склала. Вот этот луточок. Выйшло ровно 10 штук. Выйшло 10 штук. Короче, а теперь расскажу. Теперь мы играем с тобой, так называемую русскую рулетку, только яйцами. Здесь сколько сваренных, а сколько сырых? Я не скажу. В смысле? В прямом почувствую. Короче, смотри, здесь какое-то количество, наверное, там 8 к 2, или 6 к 4, или 7 к 3. Или 5 на 5. Вареных есть 7, или 3, или 8. И сырых. И вот мы с тобой выбираем и разбиваем. Только ты должен выбрать, а свою голову или голову соперника? Нет. Я обкрентили. Нет. А что я? Нет. Нет, в нас есть. Вот играйте вдвоем. Окей, давайте поставим стол. Мы можем? Да. Все. Ну, в общем. Я к бою готов. Сейчас, подожди. Вы решили, кто об кого бьет? Мы бьем каждый сам за себя. Ну, ладно. Я не знаю, как у него рука. Наверное, я считаю, что сознание потеряет сразу. Я их высадила. Зварила. Давай так. На чуваши кто первый начинает? Я всегда на чуваши продаю. Ну, давай, хорошо. Ну, давай. На что ты хочешь? Два на чуваши. Продую. Это низкий. Продую. Это что? Это ты? Это я. Вага, ты начинаешь. Ты камень, Витя. Ты камень. Давай. Значит так. Я абсолютно не знаю, что здесь, над столом. Да, давай. Над столом, чтобы... Я мать ее за ногу. Вареное! Вареное! Не зря, не зря, Ленка. Она говорит, бери третий, бери третий. Давай, бери. Ты помыла их, Лена, сейчас подожди. Я предупредил, чтобы она помыла. Давайте помыла. Да ладно. Сядь, сядь. Как ты еврей, ты выберешь. Давай, давай погнали. Погнали, нет времени. Ладно, сейчас. И ты мне объясняй. На что, я готов? Да. Никола. А ты везунчик. Это была девочка. Смотри, как красиво. Боже, видно повар? Смотри, как красиво было. Давай. Ты сиела. Готовы? Да, давай. Да что ж такое? Да ты что? Как ты это делаешь? Лена точно не знает? Пока не знает. Давай, давай, давай. Виталий готовится. Витя, не сильно так бей, я хочу по коже. Тихо, тихо, тихо. Я ее вообще не боюсь. Тихо, тихо. Не проверял, не проверял. А он второй. А он второй. Я уже взял. Это то же самое. Тихо, 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 тихо. Хорошо, что у меня тут лысина. Чтобы ты понимал, там всего два их было. Давай, слушай, бери нормальное весу. Это тоже вареное. Вот оно. Ну давай. Это сырое. Я все знаю. Давай, давай, давай. Блин, да что ж. Ребята, вы что, гоните или что? Можно я? Да ты подставай. Давай, давай ты. Давай ты. Нет, я же... Девчата, свои яйца отдавайте чоловекам. И завжди залишайтесь жіночными. Я сподіваюся, что сегодня вас даровали квитами, подарунками. Ну всем гарного наступного тижня. С посмешкой, входьте в него. Всім пока, до зустрічей. Возьмите клапку и шкрипеть. Восьм на березня. Восьм на березня. Знімати веселье, мати треба хорошую фізичную підготовку. Потому что гонити цілий день за молодятами. С двумя автопаратами в шее. Вот видите, ребята, девочка вопрос задает. Правильный вопрос задает. Видишь, девочка. Фоторг работает с утра. Ты когда начинаешь работать? Семи утра. А что ты стоишь мне дорожек? Я с семи утра работаю. Да он дешевле тебе стоит, поверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...